Обучение не один день, не два дня. Очень много довольных клиентов. Десять лет назад переехали с Хабаровска. Было страшно, хотя это была не первая ипотека. Это все сами, 33 круга, одобряли больше месяца. Горящие глаза людей, когда ты исполняешь желание, через 2-3 года встретишь людей и говорят, да точно, цена выросла. Вы меня потом благодарить будете. За сколько все-таки должна продаваться средняя квартира? Либо они занимаются, либо не та цена. Краснодару так вообще откроешь, можно за 2 миллиона купить. Коллеги, прекратите, пожалуйста, выставлять фейки. По факту-то сложные сделки без нас никто и не делает. Всем привет! С вами вновь агентство недвижимости «Семья» и продолжаем нашу рубрику «Знакомство с агентом». Сегодня у нас Алена Степаненко. Добрый день! Алена, ты уже 6 лет в недвижимости. Большой профессионал, уже изучила весь Геленджик, весь Краснодарский край. Активно продаешь. Скажи, пожалуйста, что нужно агенту, чтобы продавать? Ну, самое главное – желание, конечно же. Ну, также знание, да, это обучение не один день, не два дня, а длительное обучение. Чем больше ты учишься, конечно, тем ценнее твой опыт, твои знания. И проще продавать, ты больше помогаешь людям. Ну, начала ты с продажи новостроек, то есть в Геленджике, когда еще не было моратория на строительство многоквартирных домов, ты продавала новостройки активно, потом перешла на вторичку. Почему? Ну, любовь к новостройкам – это любовь с первого взгляда. Мы продавали активно Геленджик, когда еще строился. Ну, я думаю, все знают, Черноморские продавали, Тихо-Гавани, Суворов, очень много было продаж, да, очень много довольных клиентов. Перешли на вторичку вынужденно, потому что новостройки закончились, но любовь к новостройкам не закончилась, поэтому мы и расширили свои горизонты. На сегодняшний день продаем и Краснодар, и Анапу, и Новороссийск, и Огои, и Небокутапс, и Туапсе, то есть, ну, все изучаем. Вся карта Краснодарского края у Алены. Подскажи, ты ведь не местный житель Геленджика, да, но не коренной, ты переехала? Да, 10 лет назад переехали с Хабаровска всей семьей, и, кстати, в 2014 году покупали квартиру себе. Я тогда еще не была связана с недвижимостью, я бухгалтер-экономист по образованию. Моя основная работа была бухгалтером, вот, поэтому я без опыта, да, переехали и покупали себе квартиру. Конец 2014 года, кто помнит, подали документы на ставку под 11%, и в начале января, я как сейчас помню, этот ужасный день, после праздников январских нам банк прислал смс-ку, что вам одобрена ипотека под 17%. То есть сейчас все боятся этой ставки, да, что сейчас у нас, в принципе, на вторичку 17%, а тогда 2014 год, конец, начало 2015, у меня на первичку у нас была ставка 17%. Ну, не отказались, да, был большой платеж, было тяжело, но сейчас, оглядываясь назад, ни о чем не жалею. Ну, как бы было вынуждено, да, потому что переехали, надо было где-то жить, налички не было, поэтому брали ипотеку. Оглядываясь назад, да, было тяжело, но ни о чем не жалею. Сейчас, если мы в 2014 году покупали квартиру за 3200, да, тогда это были большие деньги в Геленджике, двухкомнатная, 64 квадрата, то сейчас она стоит, ну, минимум 12 миллионов. То есть, ну, в 4 раза за 10 лет. Ну, да, разница, конечно. То есть, если бы побоялись, да, до сих пор бы жили на съемном жилье, а так уже все выплатили, и все удачно. Конечно, первые 2-3 года тяжело, а далее зарплаты подняли, да, где-то там инфляция, где-то ставка снизилась, где-то еще, и все, и уже платеж не такой большой. Субсидировали вы свою ставку или выплатили по той ставке? Нет, мы выплатили, да, по той ставке. У нас там было что продать в Хабаровске, и частично-частично и загасили. Ну, то есть, в любом случае жизненная ситуация меняется, заработные платы меняются, а тот платеж остается уже неизменным, и, в принципе... Было страшно, хотя это была не первая ипотека, это была уже третья ипотека. Было страшно, но ни о чем не жалею. Надо брать, да, и сейчас, конечно, ставки не низкие, да, если мы говорим про вторичку, но если кто-то очень хочет геленджик, то это вторичка. То есть, я так понимаю, вы выбирали самостоятельно тогда квартиру, вам никто не помогал, агенты, брокеры с одобрением, с предложением, может быть, там рассрочки какие-то были в других, например, комплексах, да, или еще как-то. То есть, как ты думаешь, если бы был у тебя на тот момент агент по недвижимости, тебе бы проще было? Ну, конечно, конечно, было бы проще. Мы были как слепые котята, не знали ни города, ни застройщиков, некому было порекомендовать, но не знаю, на тот момент, 10 лет назад, наверное, вообще я как-то пользовался агентами, ну, как-то вот не пришлось, то есть мы, не знаю, кто-то подсказал застройщика, просто пошли напрямую к нему, рассрочек не было, были ипотеки, застройщик ипотеку не одобрял, то есть все сами, 33 круга, да, одобряли больше месяца, там куча заемщиков, созаемщиков, куча документов, справок, то есть это прям вот 33 круга до было, конечно, если был бы проводник, который бы взял за руку и сказал, вот там, сегодня это, завтра то, послезавтра это, да, и, конечно, бы это было все намного проще. Это я сам все подгружу, мне дайте только это, это, да, и я все подскажу, и всех, кого надо, подтолкну, и все будет хорошо. Есть у тебя какие-то любимые моменты в работе? Ну, любимые моменты, это, наверное, как и для каждого агента, который работает не ради денег, да, а ради, то есть на первом месте все равно не деньги, да, на первом месте это ценность, это горящие глаза людей, когда ты исполняешь желания, и когда действительно тебе люди благодарны, и когда ты их слышишь, и потом они приходят и с благодарностью дарят подарки, да, и рассказывают, как было сложно, как сомневались, особенно когда через 2-3 года встретишь людей, они говорят, да точно, цена выросла, да, ставка 0,1 действительно была классная, да, когда сейчас уже таких ставок нет. Конечно же, горящие глаза людей, исполнение желаний, ну, это все их страхи, все их страхи, переборы, да, все факты и доводы. Да, иногда, конечно, случаются такие моменты, когда человек очень сомневается, и ты прям настаиваешь, то есть я помню, особенно, когда в Союзе, да, мы, вы меня потом благодарить будете, это фраза такая прям козырная, ну, и она действительно, то есть, ну, вот 6 лет работая в недвижимости, я ни разу не видела, чтобы у нас на побережье упала цена, что там, например, мне человек позвонил, вы мне продали за 3, а сейчас 2 стоит, ну, такого не было никогда, ну, и я думаю, что не будет, потому что спрос, он, ну, всегда есть и будет. А были длительные сделки, какая-то прям, ну, вот, очень долгая? Да, были, самая длительная сделка длилась у меня полгода, и, конечно же, помощь профессионального юриста, она бесценна, и даже я, как агент с опытом, я все равно не могу все знать, да, не могу рассчитать все риски, и, конечно же, когда надежный юрист рядом, то это очень важно. Была длительная сделка, когда продавали участок, участок был в наследство, но документы не были оформлены, потому что были долги, и мы действительно оформляли этот участок полгода, хорошо покупатели поверили, да, были по рекомендации, у нас было несколько этапов, то есть мы давали часть денег, закрывали все долги за умершего, да, потом наследник вступал в наследство, потом ждали, то есть, ну, это прям было этапами, но все достигли своей цели, да, был адекватный наследник, девочка, которая тоже нам верила, да, и четко исполняла все шаги, ну, нотариус был, да, был покупатель, и как бы все это последовательно, ну, здесь вот, я думаю, в таких моментах однозначно без надежного агента и без юриста здесь не обойтись. Конечно, бывают простые сделки, да, когда все в порядке, там, договор купли-продажи заключили, в один день все сделали, ну, в большинстве случаев всегда есть нюансы. Все сделки разные абсолютно. Да, и каждая сделка, конечно, она со своим, со своей изюминкой, так скажем, в этом и интерес работы агента, когда ты работаешь, и когда очень все просто, уже даже неинтересно, ага, здесь опека, ипотека, здесь наследники, здесь дети, здесь какое-то обременение, и ты как цепочку это все распутываешь, да, да, и когда достиг результата, ну, да, это, конечно, ценно, об этом и удовлетворение, так скажем. Хочу немножко дополнить следующую информацию, что есть агент и есть юрист, и выполняются разные функции, что бывает, да, что зачем нам агент, есть юрист, сопроводить сделку, да, и все будет хорошо, да, ну, агент, во-первых, для того, чтобы помочь правильно и быстро сориентироваться в рынке, показать объекты, договориться с собственниками, выстроить правильный маршрут, когда могут собственники, когда они могут от каких-то объектов ключи, какие-то собственники вообще в других городах, регионах, что у нас частенько бывает, да, поэтому агент недвижимости, наша задача продать объект недвижимости, либо найти покупателю, либо помочь продавцу выполнить свою цель. А скажи, Ален, по квартирам есть собственники, которые продаются очень долго. За сколько все-таки должна продаваться средняя квартира, которая выставлена на продажу? Ну, в среднем, если правильно выставлена цена, то это 3-4 месяца. Ну, мы и рекомендуем заключать договор на 3-4 месяца. Нам, как агентству недвижимости, как конкретно мне, агенту, мне интересно, да, продавать год-два объекты. И когда я вижу такие объекты, я считаю, что человек не заинтересован в продаже. Просто очень много людей, которые продают годами. Ну, это смысл этого. Просто тратишь деньги, время. На показы, на общение. Не вижу в этом смысл. Приводить домой чужих людей, да, в любом случае. Конечно, постоянно в какой-то готовности, да, держать квартиру, постоянно встречать людей. То есть здесь очень важно четкое выявление потребностей. Для чего человек продает, нужно ли ему продать, какая у него цель. Либо он просто играется, да, хочет продать и купить в другом районе, но тоже в Геленджике. Ну, как бы здесь Геленджик маленький, от одного района до другого можно 15 минут и ты дошел. Либо человеку действительно надо уехать, расшириться, да, решить какие-то свои вопросы. Когда я вижу, что действительно человеку нужна помощь, да, ему нужно продать, тогда делаю оценку. Да, это очень важно. Смотрю проданные квартиры за последний период. Смотрю, какие квартиры стоят сейчас на рынке от собственников, от агентов. Все это делаем в таблицу, да, сравнительно маркетинговый анализ. Представляем клиенту, конечно же, изначально выставляем цену повыше, да, потому что хочется, если продавец обратился, да, к нам, хочется продавцу максимально выгодно продать. Но есть продажная цена, есть цена, которая выставлена на наших площадках, да, и это, конечно, есть отличие. Есть разница, и порой большая, да, от того, что хотят собственники, то, что выставляется на площадках, и то, по чем все-таки продается. Поэтому анализ ты делаешь именно по цене продажи, которая в этом районе, либо, да, похожей продается. Я всегда говорю, если квартира долго не продается, здесь две проблемы. Либо ей не занимаются, либо у нее цена завышена. Все. Если квартира стоит везде на площадках, если по ней записано правильное видео, красивые фотографии, если по ней есть вся информация везде, во всех агентствах, на всех площадках, то она всегда продастся за 3-4 месяца. Поэтому либо они занимаются, либо не та цена. А вот что такое занимаются, не занимаются? Все-таки есть собственники, которые говорят, ну, чем больше у вас будет продавать, тем лучше. И на договора эксклюзивные, скажем так, продажи, да, когда занимается один агент продажей, они, бывает, не соглашаются. Что они упускают в этот момент? Ну, конечно же, когда занимаются много агентств и агентов, это по факту не занимается никто. То есть за данную продажу никто не несет ответственность. Сегодня я выставила на одной площадке, завтра я забыла про нее, послезавтра я вообще нигде ее не выставила. То есть здесь по факту, заключив эксклюзивный договор, меня нанимают на работу. То есть я за эту продажу несу ответственность. То есть каждый день я думаю про этот объект, каждый день я не просто думаю, да, выставляю во всех группах агентов, то есть делюсь комиссией, да, выставляю на всех площадках, слежу за рекламой, вешаю баннер, да, постоянно там какие-то видосики, проходка к морю, район там, все-все-все, выставляю статусы, полная информация. То есть я чувствую ответственность, что человек именно меня нанял. Ну и еще такой момент со стороны покупателя, когда люди заходят на площадки, да, ну ни для кого не секрет, что много фейков. Люди заходят на площадки и видят одна и та же квартира, 7500, 7200, 8500 у человека возникает, ну, резонанс вообще существует эта квартира. Есть ли она? Ну да, особенно сейчас у нас по Краснодару, так вообще откроешь, можно за 2 миллиона купить, да, начинаешь звонить, ой, нету, продали, ой, фотографии не те, документов нет, и, то есть, ну... А это выставляется для звонка покупателя, да? Да, да, просто для привлечения звонка. Поэтому, конечно же, эксклюзивный договор, это прежде всего, многие боятся этих эксклюзивов, но я всегда говорю, это прежде всего моя ответственность, вы меня нанимаете на работу, вы все равно заплатите, то есть, вы все равно будете платить стандартные 3%, да, ну, кому платить и как платить? Либо через 2 года вы будете 2 года мучиться, да, и работать со всеми, и пройти этих 33 круга, да, либо вы уже с одним агентом договариваетесь, подписываете официальный договор и требуетесь с него. А что ты сегодня сделала? Что ты завтра сделала? А на каких площадках моя квартира? То есть, мы даже создаем группы и отчитываемся, у нас есть такое понятие чистый четверг, да, мы отчитываемся продавцам, сколько было просмотров, сколько показов, сколько звонков, и уже на основании этого делаем выводы, снижаться нам, не снижаться. Бывает даже такое, выставили обвал звонков, да, тут же хотят выйти на задаток, и тогда мы понимаем, что цена чуть низкая, можно оп, и чуть-чуть поднять ее, то есть, ну, это мы тоже делаем, то есть, мы не всегда снижаем цену, бывает, даже иногда поднимаем. Щупаем? Да. Щупаем рынок и смотрим, как, что будет. Ну что, Ален, теперь блиц, короткие вопросы, короткие ответы. Геленджик или другой город? Геленджик. Геленджик. Если отмотать время назад, придешь с новым агентом работать? 10 лет назад бы пришла, а не 6. Еще раньше бы пришла. Да, да, а то и 20. Отлично. Какая цель у тебя? Цель? Цель в целом. В целом? Нет, в целом очень глобальные цели. Но если касаемо работы, то, конечно же, хочется, чтобы общее мнение об агентах было немножко другое. Все равно 6 лет назад, конечно, было намного хуже, да, говорили, что вы все мошенники, вы вообще работаете неправильно, и только берете деньги, не понять за что, да. Хочется действительно максимально искренне помогать людям. И если каждый агент будет ставить перед собой цель не деньги, да, первостепенно, а именно решать проблему человека, да, решать, слышать, слушать клиента. И помогать ему. Если каждый агент будет вкладывать душу в свою работу, то в целом об агентах недвижимости будет складываться другое впечатление. Вот хочется, чтобы агент был также ценен, как там, я не знаю, как электрик, сантехник. Ну, по факту-то сложные сделки без нас-то никто и не делает. Только вопрос, на кого нарвется, да, покупатель или продавец. Хочется, чтобы все агенты не только нашего города, да, но и страны были ответственными, честными, добросовестными. И не выставляли фейки. И с любовью делали свою работу. Коллеги, прекратите, пожалуйста, выставлять фейки. Не путайте наших покупателей неправильными ценами рынка и нашего края. Пожалуйста, подумайте о правильной, хорошей работе. Ну что, как обычно, спасибо большое, Алена, что выделила нам время. Ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик. Нам приятно. И плюс алгоритмы Ютуба на том устроены, чтобы продвигать эти ролики. И чтобы многие могли посмотреть, познакомиться и задать свой вопрос лучшим агентам по недвижимости города-курорта Геленджик. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok